У вас возникает сложная смешанная картина из-за своих как бы психосоматических влияний, да? То есть в каком-то месте диафрагма должна напрячься, она слишком расслаблена или просто ослаблена. В каком-то месте надо диафрагму отпустить, она сжата, и вот возникает куча вот этих вот, мозаика целая. С этим надо разобраться, то есть в каждую часть нужно отрегулировать, да? Поэтому у нас есть дыхание на вдохе, когда мы вдохнули, и диафрагма более-менее сжата, опустилась, и мы делаем различные движения. Движения в какой области? Прежде всего, например, вот в практике Киа и Нейгун мы вращаем в солнечном сплетении, то есть ребрами фактически, да, во все стороны. То есть, например, если я вдохнул, я фрагма сократилась, и в этом сокращенном состоянии я, как бы, позволяю разным участкам растянуться и сжаться за счет вращения. Понятно, да? Вот она, я вдохнул, и теперь вращаю. То есть, если она была сокращена здесь, при повороте туда, она сожмется сама, да? То есть я позволяю диафрагме быть сжатой, но расслабленной, а вторая часть при сжатии будет немножко растягиваться. Если я это делаю на выдохе, то диафрагма в целом должна быть расслабленной, но, может быть, где-то она держит, да? Сжата. Как вы знаете, что она сжата? Вот, бывают две трудности. Вы не можете глубоко вдохнуть, потому что диафрагма слишком слабая, вы пытаетесь вдохнуть, она плохо идет. А бывает, что вы вдохнуть пытаетесь, а воздух вообще не идет. Одышка, ну, вот этот, как бы, наступает симптом одышки, да, то есть, когда вы не можете просто вдохнуть сколько надо, потому что диафрагма уже сжата. Понимаете? Она сжата, а грудная не расширена, поэтому вы не можете просто вдохнуть. Обычный человек, который не имеет такой повседневной нагрузки, если забегает по лестнице наверх, он начинает задыхаться. Почему? Потому что диафрагма уже была сжата, и нет поступления нового. Если диафрагма не сжата, человек забегает, диафрагма начинает сокращаться, полный, и все нормально. То есть, у многих людей современных сейчас, вот, сочетание слабых участков и жестких участков. Причем, каждая эта часть вносит свои коррективы, и начинается там чехарда просто. Поэтому, например, если теперь вы на выдохе, выдохнем весь воздух, насколько возможно, вы расслабили диафрагму, удлинили ее, да? И начинаем движение. Что произойдет? Мы начинаем ее растягивать и расслаблять. И когда вы это делаете, ну, я надеюсь, что у вас хоть какая-то связь с телом осталась, вы начнете чувствовать, где она сжалась, и начинаете потихонечку разжимать. Далее, есть уже методы специфические, когда мы вдыхаем налево, выдыхаем направо. О чем речь идет? Что мы при вдохе помогаем диафрагме сократиться, облегчаем, расширяюсь. А на выдохе мы ее помогаем растягивать. То есть, лево-право, переднее-заднее. У нас 3D-движение. Я буду по возможности объяснять, что именно вы делаете. Если, конечно, вы хорошо это изучите и хорошо почувствуете связь с самими собой, то вы можете четко настраивать. Допустим, вы разозлились. Раз, и за несколько секунд исправили. Или вы в депрессии. Раз, и за несколько минут вы вне депрессии. Сама среки. Понимаете, да? Теперь все понятно. То же самое со страхами. Но в некоторых случаях придется долго работать. Если вы долго накапливали, откладывали, знаете, вроде вы человек смелый где-то физически, а эмоционально не хочется связываться. Вот откладываем, откладываем, откладываем напряжение, складываем, складываем, складываем. Или откладываем. Куда? В ножки диафрагмы. И в результате что? Ну да, может и проблема быть со спиной, естественно. Если диафрагму не исправить, то там сколько ни ломай. То есть вы будете делать мануалку, допустим, в пояснице, да. Но диафрагму не отпустили, толку от этого не будет. Более того, перерастяните связки поясницы, например, да? Межпозвоночные. То есть нужно диафрагму обязательно отпускать в любом случае. Касается ли это поясницы, касается ли это шеи. В любом случае диафрагма. Потому что шейные позвонки тоже доходят до пятого, и некоторые даже до шестого. А диафрагма там начинается как раз, да? То есть если диафрагма зацеплена, все шеи тянется автоматически. То есть у нас есть разные возможности для того, чтобы вибрационно снимать напряжение, например, с диафрагмы. С межрилберного пространства, в том числе прикрепление диафрагмы. И есть движение, где мы, сочетая разные формы движения, то есть расширяя одну часть, нижнюю, верхнюю, нижнюю, на сокращение, на растяжение диафрагмы, в каждой части, в 3D. У нас есть 24 упражнения. Для диафрагмы простых. А потом есть 48, чуть-чуть посложнее. Где у вас, знаете, у вас 72 упражнения, чтобы регулировать диафрагму. Это не просто раздуйте живот, понимаете, да? Это очень детальная, точная работа. Насколько она вам нужна, это другой вопрос. Это уже ваш выбор, а? Сильно. Но если вы до такой степени контактируете с диафрагмой, то вы можете отстроить ее во все стороны, понимаете, да? Отстроить ее во все стороны и воздействовать абсолютно на все органы системы организма. Удастся ли вам это сделать сразу, я не знаю. Но, поскольку диафрагма это орган, где пересекаются не только физическое, но еще и эмоциональное тело и ментальное тело, вы можете влиять на это все. То есть фактически, если вы управляете диафрагмой, вы управляете эмоцией. И в значительной степени управляете состоянием ментального, ну, в ментальном состоянии. Потому что, опять же, где-то возникает блок, задача не решается. Почему он не решается? Все требует волны энергии. Если энергия не движется, то и задача не движется. Если у вас готового решения нет, значит, мне не надо решать. А если у вас нет знаний для этого, это уже целая проблема возникает. Но если энергия движется, то есть у диафрагмы есть разные составляющие, да? То есть есть сама диафрагма. И, кстати, если диафрагма слишком жесткая или там нагрузка, бывает еще разрыв диафрагмы, знаете? Бывают истончения диафрагмы, атропфии диафрагмы. Огромное количество сейчас в современном времени в сагмах разных грыж диафрагмы есть еще. Есть ли у вас эти грыжи? Я не знаю. Ну, как сказать, мы можем это нащупать. Одного дня на это, может, не хватит. Но где-то вы можете почувствовать определенную слабость. Растянутость, перетянутость, ну, как бы, надрыв, скажем так. Который приводит потом к последствиям. Если у вас, например, связано с пищеводом, у вас могут проблемы с желудком возникнуть, серьезные. Вы будете лечить желудок, хоть залечите его. А толку от этого не будет. Нужно исправлять диафрагму, например. Но в любом случае диафрагма будет вовлечена. При любом поражении, повреждении любой части пищеварительного тракта. И когда вы уже задаете вот это диафрагмальное движение, то вы влияете абсолютно на все. Если мы говорим о грубом теле, то, конечно, воздух остается в легких. Но в более тонком пространстве воздух движется не только в легких, он движется в тонких каналах. А если мы говорим о пране на уровне эмоций или ума, она движется вообще независимо от легких. Она связана с легкими, но она будет больше зависеть уже от состояния диафрагмы, чем чего-то не было другого. То есть мы можем активно влиять на состояние мозга, можем активно регулировать все эмоции и состояние ментальное. И, конечно же, существенным образом исправлять проблемы и осанки. Потому что все это, все эти перекосы диафрагмы, чему приводят? К искривлению позвоночника. Не бывает так, что диафрагма неравномерна, а позвоночник ровный. За счет чего? Ну, что диафрагма – это еще опорный орган, да? То есть опору дает. Если она неравномерна, то есть нам нужно учиться выравнивать ее лево-направо, нижнюю часть, верхнюю часть, переднюю часть, заднюю часть, в сокращенном состоянии, в растянутом состоянии. Понимаете, да, в тонусе ее, в расслаблении. И это все со всех сторон можно делать.